Новогодние деревья. Глава Саранска призвал горожан утилизировать елки правильно. Новогодняя ночь все ближе. Многие уже купили главный символ зимнего праздника – новогоднюю ель. Однако стоит помнить, что после праздничных дней необходимо правильно утилизировать деревья. Это касается и елочных базаров. Мэр Саранска Петр Тултаев напомнил о том, что после окончания работы елочных базаров нельзя допускать того, чтобы 1 января деревья оставались в местах продаж брошенными. И в этой связи и горожанам просьба большая, чтобы после Нового года не выбрасывали с балкона эти елки, как, к сожалению, иногда бывает, или валяются еще где-то. Но утилизировать нужно соответствующим образом. Как отметил глава города, оставшиеся на елочных базарах деревья можно отвезти, например, в зоопарк. Кроме этого, отдать их можно будет и в храм. Елочки будут стоять там в Рождество. Самое главное – отнеситесь ответственно к утилизации елок и сосен. И сделайте это правильно. Атмосфера Нового года в мелочах. Городские улицы сияют новогодними гирляндами. На площадях во всех районах города поставили елки. И даже на телевизионной мачте в Саранске будет работать праздничная подсветка. Целых 180 метров световой гирлянды украсит сооружение. Сверкать по новогоднему телевышку будет 31 декабря и в праздничные январские выходные. Включат праздничную иллюминацию уже завтра в четверг в 18.00. Январь – начало Нового года. Время перемен, новых идей и начинаний. Поэтому для тех, кто хочет научиться чему-то новому в новогодние каникулы, Мордовский Республиканский Объединенный Крывеческий Музей имени Воронина будет проводить познавательно-развлекательные мероприятия – новогодние каникулы музея. Они состоятся с 5 по 10 января. Можно будет посетить тематические мастер-классы. Также 10 января пройдет интерактивная викторина по следам жизни адмирала Ушакова. Все мероприятия проводятся с учетом санитарных норм и требований. В целях безопасности в период пандемии максимальное число участников группы – 10 человек. Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте Крывеческого музея имени Воронина. Переходим к ежедневной информации о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике. По сводкам оперативного штаба 30 декабря в Мордовии выявлено 86 случаев заражения COVID-19. 53 человека в Саранске. Среди новых больных 27 человек старше 60 лет. В федеральной статистике зафиксированы два новых летальных случая. В Розаевской центральной больнице умер мужчина 1943 года рождения. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция и сопутствующие осложнения. В Республиканской клинической больнице имени Каткова умерла женщина 1946 года рождения. Основной диагноз – также новая коронавирусная инфекция, тяжелые течения и сопутствующие осложнения. По данным на 30 декабря 83 человека выписаны с выздоровлением. Уже завтра канун Нового года. Миллионы людей по всему миру ожидают, что 2021 год будет позитивным, без катастроф и потрясений. Исследования показали, что в новогоднюю ночь треть россиян загадает окончание пандемии коронавируса в 2021 году. А самыми популярными пожеланиями будут здоровье себе и близким, высокая зарплата и счастье. Однако поздравления с наступающим праздником звучат уже сейчас. В течение декабря в адрес телеканала НТМ жители региона направляли поздравительные видеооткрытки для своих друзей, близких, горожан и жителей нашей республики, которые вы сможете увидеть завтра, 31 декабря, на телеканале НТМ в 20.00 и в 20.25. Но увидеть часть этих поздравлений можно прямо сейчас. Тихо ель качается, старый год кончается, хорошо в лесу зимой, лес украшен бахромой. Мы с дедушкой Микрозовым сердечно поздравляем вас с исполняющим 2021 годом. Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте, взрослые! Я вам в этом году желаю только радость, только счастье. Каждый город, каждый дом, чтоб не знали вы не Настя, и здоровье полон дом. Желаю жизни вам такой, чтобы в душе царил покой. Пусть окружают вас друзья, без них ведь нам никак нельзя. Пусть денег будет в самый раз, работа будет просто класс. И понимание в семье, здоровье в теле, мил в стране. С Новым Годом! Пришло время знать прогноз погоды на завтра. Конечно, в канун Нового Года хочется праздничного снегопада. Синоптики, в свою очередь, в четверг, 31 декабря, в Саранске обещают небольшой мокрый снег. Температура воздуха утром минус 6, днем минус 5 градусов по Цельсию. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров втутного столба. Год назад, в канун Нового Года, в Саранске было пасмурно и минус 2 градуса. А 10 лет назад, 31 декабря, в городе было малооблачно и минус 5 градусов по Цельсию. Это были все новости к этому часу. С вами была Надежда Русяева. Я поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Пусть 2021 год принесет много приятных моментов. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова